К минимальной. К минимальной. К минимальной. К минимальной. К минимальной. К минимальной. Сороковый год, потому что есть полность. А там где-то вообще... Сороковый год, потому что есть полность. ...общили в управлении мест заключения. Там считают, что латышский язык поможет решить одну из главных задач. Позволит иностранным заключенным успешно возвращаться к обычной жизни после освобождения. Сейчас это видеть или невозможно, потому что они не знают госязыка. Стоит отметить, что неофициальным языком общения практически во всех латвийских тюрьмах является русский язык. Для обучения иностранцев латышскому будет использоваться интерактивная программа, которая продлится до июня 2013 года. Софинансировать программу будет Еврокомиссия. Затраты составят 103 930 евро. В латвийских тюрьмах сейчас содержится 6468 заключенных. Из них иностранцами являются 84 человека. В основном это граждане России и Литвы. Движению за равные права удалось собрать первую тысячу подписей за то, чтобы всем негражданам в Латвии дали гражданство. На горизонте маячит новый референдум. Причем, по словам координатора организации Андрея Толмачева, который приводит Делфи, за последние две недели темпы сбора подписей ускорились. Для завершения первого этапа 10 тысяч подписей организаторы акции надеются собрать к лету. Если это удастся, Центральная избирательная комиссия организует общенациональный опрос о необходимости проведения референдума. Одновременно Министерство образования и науки разрабатывает целый ряд мер по достижению сплоченности общества. Согласно планам МОН, к 2018 году количество граждан в Латвии можно увеличить до 94%. План предусматривает, что жители Латвии должны сплотиться ради обеспечения экономического роста, причем работать и учиться вместе, а не ныть и пассивно ждать милости от государства. Неплохо было бы снизить этнический раскол в медиапространстве и, напротив, увеличить доступность государственных услуг для представителей меньшинств и людей с особыми потребностями. А также добиться роста многообразия культуры, знаний языков. Например, в учебных заведениях поддерживая изучение новых иностранных языков французского, испанского и так далее. Пока одни рисуют идеалистические картины будущего, из регионов приходит информация о реальной ситуации. Так, после языкового референдума интерес жителей Даугавпилса к натурализации заморозился. Население заняло выжидательную позицию, сообщил старший референт Даугавпилского отделения управления по делам гражданства и миграции Илмар Срутковскис. Некоторые потенциальные претенденты, возможно, рассчитывают на облегченные условия. В прошлом году натурализационные экзамены Даугавпилсе и без того сдали всего около 300 человек. Еще один борец. За родной язык и против произвола националистических властей Латвии Владимир Линдерман до сих пор остается негражданином. Пока ему отказывают даже в праве на натурализацию. Тем временем самый известный национал-большевик России Эдуард Лимонов в интервью телекомпании ТВ5 заявил, что видит в Линдермане нового лидера. Лимонов похвалил Линдермана за референдум о статусе госязыка и намекнул, дескать, Володя еще себя покажет. Володя, я говорю, у него хорошее политическое мышление. Он умен не просто как человек, а еще и политически умен, талантлив. И этот вот референдум это хороший такой в контексте Латвийской республики хороший удар. И в конце концов действительно в Латвии существует апартеид. Не будем тут себе лгать. То есть есть граждане, есть неграждане. Это немыслимая вещь. Цены на бензин в Латвии установили новый исторический рекорд. Подробности далее. Психологический рубеж Лат за литр 95-й бензин преодолел в прошлую среду, 14 марта. Спустя ровно 7 дней на АЗС полного сервиса Статойл литр 95-го стоит уже Лат 0,29. Литр бензина 98-й марки Лат 0,59. Дизельное топливо 99,9 сантима за литр. Лукойлы Несты также повысили цену на 95-й бензин, соответственно, до Лат 0,12 и Лат 0,17 за литр. Представитель Латвия Статойл Каспар Скраббанс очередной скачок цены объясняет, разумеется, ростом мировых цен. А также тем, что Латвия Статойл какое-то время не повышала цены, чтобы они не превысили латовый рубеж, надеясь на улучшение ситуации. Однако этого улучшения не произошло. Теперь цены отпустили. Тем временем каждый четвертый автоводитель значительно уменьшил повседневное использование автомобиля. Об этом свидетельствуют данные исследования Латвия Статойл и Снэпшотс. 35% опрошенных не изменили своих привычек, а 29% водителей садятся за руль немного реже, чем раньше. Каждый восьмой считает, что расходы на горючее могут уменьшить сами автоводители, надо просто меньше ездить. А 67% уверены, что сделать это должно государство, уменьшив акциз. При этом 91% водителей назвали стоимость бензина в Латвии неадекватной. Неудивительно, что все больше автовладельцев переходит на использование в качестве топлива автогаза. Его стоимость составляет сейчас 42-43 сантима за литр. По сравнению с 2011-м сбыт автогаза вырос на 20-25%. Как в фирме Латвия Спропаногазы, так и в Интергаз признали, что продажи растут. К тому же от фирм по установке оборудования поступают сведения, что образуются даже очереди клиентов. Переоборудование автомобиля стоит около 450 латов. Если сейчас на бензин тратится от 100 до 150 латов в месяц, газовый агрегат окупится уже через 8 месяцев. Фоторадары в Латвии раздражают не только водителей, но даже полицейских, причем высокого ранга. Эдмунд Зифтенш сегодня обрушился с критикой в адрес компании, которая устанавливает радары. Там, дескать, никакой дисциплины. Проект введения фоторадаров был организован неправильно. Теперь недовольны и общество, и полиция. С таким заявлением, наконец, выступил не кто-нибудь, а главный дорожник, начальник управления превенции Эдмунд Зифтенш. Про его словам, проблемы возникли уже тогда, когда правительство заявило, что у государства на закупку радаров денег нет. Теперь же мы стали заложниками ситуации. Видите, как получается, признал Зифтенш. Самые большие проблемы у него с самой фирмой «Ветроник Балтика». Никакой дисциплине, субординации и прочим вещам они не подчиняются. Если я им говорю, надо быть с радарами в конкретных местах и в конкретное время, слышу в ответ, ай, у меня человек заболел, ай, еще что-то случилось. У меня, как у полицейского, нет никаких средств повлиять на них, пожаловался главный дорожник. Но и без того, в связи с фоторадарами, чуть не каждый день появляется какой-то негатив, всплывают какие-то проблемы. Так, например, перед началом мотосезона многие вспомнили. А ведь у мотоциклиста переднего номера-то нету. Впрочем, МВД это не смущает. С началом сезона фоторадары повернут, и они будут фиксировать мотоциклистов сзади. Это обычная в мире практика. Проблем с их идентификацией не будет. Ну, развернут ли все радары? К тому же, с заднего ракурса радар не фотографирует байкера, выехавшего на встречную полосу. Кто-то явно избежит наказания. Кроме того, говорят, мотоциклисты специально загибают номера, чтобы радар их не распознал. Не нужно слишком много спекулировать, что у нас нет номера спереди, и нас не поймаешь. Не из-за фоторадаров нужно соблюдать скорость, а из-за безопасности. Безопасность – это и есть цель установки радаров. Но в последнее время все больше людей считают, что их ставят, чтобы заработать. Олег Малинин, телекомпания ТВ-5. Политики засуетились. Им очень хочется ввести евро. Ради этой святой цели они даже готовы снижать налоги. Вопрос в том, что это даст. Тема продолжит Олег Малинин. Латвия вышла на финишную прямую на пути к введению евро. Но в последний момент свинью властям может подложить рост цен. Инфляция набирает обороты. Подорожание горючего его только подстегивает. Наша страна рискует не вписаться в критерии. И правящие пошли на неслыханный шаг. Заговорили о снижении потребительских налогов уже в этом году. Пример упомянул, правда, пока только акциз. Сейчас ситуация поменялась. Появилось много новых проблем. Самое существенное – это трост цен на горючее. Сейчас взвешиваются разные возможности, в том числе снижение акцизного налога. Любое уменьшение налогов – это хорошо. Однако, по мнению экономистов, одним снижением акциза на топливо инфляцию не победить. Рост цен больше всего толкает вверх вовсе не горючее, а продукты питания. Повышение цен на продовольственное продовольство – это не латвийское дело. Это во всем мире происходит теперь. В Латвии наши цены связаны с мировыми ценами. Естественно, что если производитель может продать в Швеции за более высокую цену, он продаст или поднимет цену в Латвию, мы видим инфляцию. Банковские аналистики также считают, что влияние дорогого бензина на инфляцию преувеличено. Чтобы ее побороть, нужен комплексный подход. К тому же снижение только лишь акциза на горючее будет социально несправедливым. Меньше платить будут богатые, то есть владельцы машин. Остальные снижения налогов не почувствуют. Олег Малинин, Улдис Фейс, телекомпания ТВ5. Третий месяц латвийские госочереждения ищут способ наступить на горло финансовой пирамиде МММ. А в соседней Беларуси этот способ уже нашли. Жесткий, но эффективный. Еще в декабре комиссия рынка финансов и капитала предупреждала о том, что латвийцам не следует сотрудничать с МММ-2011, созданной россиянином Сергеем Мавроди, известным создателем популярной в 90-е годы финансовой пирамиды МММ. По опубликованным сегодня интервью газете «Нэткорик», заместитель председателя комиссии Янис Бразовскис отметил, коммерсанты, не имеющие лицензии, не находятся под надзором государства, и интересы вкладчиков никак не защищены. А также напомнил, что российская финансовая пирамида МММ-2011 не имеет права привлекать в Латвии вклады, и призвал всех жителей страны воздерживаться от участия в ней. В общем, сплошная лирика и безволие. В свою очередь, фирма «Евро Оук», которая занимается размещением наружной рекламы, может быть оштрафована за несогласованное размещение рекламы финансовой пирамидой в Риге. Строительное управо столицы составило соответствующие протоколы и направило их на рассмотрение в административную комиссию Рижской думы. Комиссия может оштрафовать фирму «Евро Оук» на сумму до 1000 латов. Строю права получила от Центра защиты прав потребителей заключение о том, что данная реклама расценивается как нечестная и войдящая в заблуждение. Рекламу нужно было немедленно убрать, однако рекламщики почему-то затормозили процесс, за что поплатились пятью протоколами и возбуждением дела об административном правонарушении. Тем временем в соседней Беларуси все происходит еще проще, быстрее и нагляднее. Национальный банк страны направил в банки телеграмму с просьбой приостановить операции по счетам физических лиц, причастных к деятельности МММ-2011 на территории республики. 16 марта белорусский КГБ задержал ряд граждан, организаторов проекта МММ-2011 в Минске, а также арестовал банковские счета, офисную технику и компьютеры. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по обвинению в введении незаконной предпринимательской деятельности. Правоохранительные органы Беларуси считают, что от деятельности МММ-2011 в стране пострадали несколько тысяч человек, а совокупный ущерб, нанесенный проектом, превышает 500 миллионов белорусских рублей. Это около 62 тысяч долларов. Во Франции сегодня проходила грандиозная спецоперация по задержанию так называемого убийцы на скутере, мужчины, который подозревается в убийстве семи человек на юге страны, в том числе учителя еврейской школы и троих детей в Тулузе. Как выяснилось, подозреваемый 23-летний гражданин Франции алжирского происхождения. Зовут его Мохаммед Мира. Операцию по задержанию полиция начала минувшей ночью. Было несколько попыток штурма, но Мира оказал яростное сопротивление. Трое стражей порядка получили огнестрельные ранения. Потом подозреваемый в качестве жеста доброй воли скинул из окна свой кольт 45-го калибра в обмен на рацию. При этом он остался вооруженным до зубов, пистолетом-пулеметом УЗИ и автоматом Калашникова. Тем не менее, переговоры начались. В беседах с полицией Мохаммед Мира объявил себя воином ислама и признался, что проходил подготовку в лагерях Аль-Каиды в Афганистане. Кроме того, он хвастался, что поставил на колени всю Францию. А свои нападения и убийства в этой стране объяснил местью за смерть палестинских детей в конфликте с Израилем. Полиция поставила перед собой задачу взять террориста живьем. Сам он обещал сдаться сегодня поздно вечером. И пока обещания не сдержал. А в Париже сегодня прогремел взрыв. У посольства Индонезии сработала самодельная бомба. В результате взрыва у окружающих зданий выбило стекла. Загорелись два автомобиля. Все могло быть гораздо хуже, если бы взрывное устройство вовремя не заметили. Один из работников депредставительства полшестого утра обнаружил у посольства сумку, из которой торчали два провода. Недолго думая, сотрудник посольства отнес сумку на середину улицы. Вскоре она рванула. До сих пор непонятно, почему нападавшие выбрали своей целью посольство Индонезии. Неизвестны и мотивы преступления. Мощное землетрясение у берегов Мексики. Оно произошло в Тихом океане неподалеку от Акапулька. Мощность подземных толчков превысила 7 баллов. Эпицентр находился в 25 километрах от города Аметепек. Пострадало более 500 домов. Поступило сообщение об одном раненом. Еще один человек пострадал в 400 километрах отсюда, в столице Мехико, когда обрушился пешеходный мост. В главном городе Мексики дома качались несколько минут. Тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома и рабочие места. Сейчас в Мексике нарушена связь и транспортное сообщение. Любителей подзаработать в Латвии всегда хватало. Очередные умельцы объявились в Риге. Они додумались брать деньги за то, что человек сдает показания счетчиков через интернет. Стали и таким хитрым посредником между жильцами и домоуправлением. Все подробности у Даниила Смирнова. Клиенты столичного муниципального домоуправления Рига Снаму Парвалднекс были поставлены перед неприятным фактом. Для того, чтобы виртуально сдать в управляющую организацию показания своих счетчиков горячей и холодной воды, им придется заплатить по 20 сантимов в месяц. Раньше в интернете они всегда делали это бесплатно. И как в свое время многие пенсионеры думали, что Крайбанка – это госструктура, так как клиенты рижского домоуправления были уверены, что они имеют дело с организацией самоуправления. Я вообще изначально думал, что это сайт Апсом не катается. То есть то, что это официальный сайт. Потом уже выяснилось, что это коммерческая структура. А история такова. После объединения домоуправлений в Риге появилась организация «Коммуникацию Центрс», которая создала сайт «Рады Таи ЛВ». Эта компания предложила рижанам бесплатно пользоваться ресурсом, сдавать показания воды, получать электронные счета от домоуправления и даже знакомиться со сметой на обслуживание своего дома. 45 тысяч – это зарегистрированных пользователей на сайте «Рады Таи ЛВ». То есть, соответственно, мы можем легко математически почитать, что это 9 тысяч латов. То есть 9 тысяч латов в месяц они, как они пишут, им требуются для поддержки этого сайта. В своем последнем письме клиентам сайт «Рады Таи ЛВ» сообщает, что он экономит столичному домоуправлению 40 тысяч латов в месяц, а каждому пользователю 2,5 лата. Поэтому ради повышения безопасности сайта надо немножко заплатить. Мы не писали изначально, что потом он будет платный. Мы не планировали, что он будет платный. Дело в том, что какое-то время назад, буквально 3 месяца назад, на нас участились всевозможные атаки, так называемых «пайкеров», которые довольно сильно усложняют работу не только нам, но и нашим клиентам. В связи с этим мы просто вынуждены сейчас проводить довольно серьезные работы по улучшению безопасности вплоть до системы чуть ли не банковской. Мы успокоимся за данные наших клиентов. Однако компания «Рига» с наму «Парвалдной Икс» тоже не понравилась, что кто-то встал между ней и ее клиентами и требует отдельной платы. Сегодня в отношении «Рады Таи ЛВ» было принято решение. Мы приняли решение делать альтернативную бесплатную систему, свой информационный вортал, где наш клиент смогут сдавать показатели без дополнительных затрат. Так что уже с 28 марта у жильцов муниципальных домов появится возможность вносить данные со счетчиков, оплачивать счета в интернете и получать сметы, как и раньше. Совершенно бесплатно. Даниил Смирнов, Улдисвейс, телекомпания ТВ5. Огромный район Риги превратился в стройплощадку. Требуется 21 миллион латов, чтобы привести в божеский вид дорожную развязку на улице Даугав-Гривос. Подробности далее. Вот уже 4 месяца в Риге ведутся работы по масштабной реконструкции улицы Даугав-Гривос, которая завершится через полтора года. Сейчас улица Даугав-Гривос односторонняя и имеет три полосы в направлении Балдырая. Но вот на обратном пути транспортный поток сталкивается с затруднениями. Он превращается в тонкую струйку и начинает крутиться под вантовым мостом. Для того, чтобы решить эту проблему после реконструкции, здесь будет установлено две отдельные полосы движения, причем одна будет в направлении центра. Сегодня мэр столицы Нил Ушаков посетил стройплощадку. Чиновники и строители объяснили ему на местности, куда и как можно будет проехать, когда стройка завершится. Вот эта часть города, место, где снимали сталкер, она станет частью города такого же качества, если можно использовать это обозначение, как центр старый город. И в этом самый главный плюс. Этот проект, он достался Рижской думе в наследство от предыдущей думы, которая заключила договор с фирмой «Литовская Акрополь», которая подарила Рижской думе под условиями строительства этой развязки 6 миллионов евро, если я правильно помню цифры. И этот проект, ему уже примерно лет 8. Общие затраты на реконструкцию составят 21 миллион латов. Из них 1,5 миллиона – это софинансирование Европы. И 3 миллиона латов – это подарок литовской компании «Акрополь», которая на месте бывшего завода «Рига Сельмаш» возведет торговый центр. Этот объект сложный. Внутри города он в свое время не завершенный, когда строили Вантовский мост. Поэтому здесь проблем очень много. Мы сейчас работаем 4 месяца, и практически каждый день с каким-то проблемом нужно сталкиваться. И вопросами собственников, которые рядом тут есть, все пугаются, что и как будет. И очень много технических вопросов, потому что коммуникации очень глубоко. В некоторых местах мы сейчас копаем в 5-метровой глубине. Но эта зима особенно работает тяжело. Но мы справляемся. Пока вкладываемся в график. Я думаю, что оставшиеся полтора года здесь не будет таких больших проблем. Сейчас огромный район превратился в одну большую строительную площадку. Работы ведутся одновременно на многих направлениях. С одной стороны возводят новую переправу на Кипсалу. С другой стороны поднимают пешеходный мост и расчищают площадку под торговый центр. Впрочем, у города осталось еще много проблемных мест, которые нуждаются в транспортных развязках. Самые слабые – это переезд на Саркандаугове и соединение районов Иммонты с Золитуды. Я, да, бываю очень часто на этом переезде на Иммонты с Золитуды. Но, тем не менее, скажем так, действительно первоочередное – это Саркандаугово. Не снимая актуальности из того участка. Переезд на Саркандаугове – тогда полностью круг закончен. Вот Южный мост и вот все вокруг города до самого порта. Тогда мы уже, в принципе, сейчас уже планируем через какое-то время закрыть набережную для грузового транспорта. Тогда мы уже сможем закрыть, ну, качественно ее. А остальное, ну, соответственно, следующий приоритет. Даниил Смирнов, Улдис Фейс, телекомпания ТВ5. 25-летняя уроженка Латвии Иева Дубова работает моделью Великобритании. Сейчас девушка участвует в крупном конкурсе красоты «Мисс Юниверс», то бишь «Мисс Вселенная». Проживающая в Шеффилде Иева дважды становилась финалисткой конкурсов красоты. Ей принадлежат титулы «Мисс Земля в Великобритании» и «Мисс Вселенная Йоркшира». 4 апреля состоится финал, победительница которого отправится далее в Бирмингем, где 5 мая пройдет национальный финал Великобритании. Одержавшая в нем победу красавица будет коронована в качестве «Мисс Вселенной Великобритании» и получит возможность представлять страну в международном конкурсе «Мисс Юниверс». Помимо модельного бизнеса, Ева также занимается благотворительностью, собирает деньги, помогая женщинам, больным. Впереди еще прогноз погоды, затем новости экономики и спорта. Я же Алексей Новак прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго. Стиль ведущих от салонов красоты «Дзинтрекс». Накопитель может быть уверен в своем депозите. Особое депозитное предложение, если получаете зарплату или пенсию на счет в Светбанк. Светбанк. Бывшие владельцы Парексбанка Валерий Горгин и Виктор Красавицкий подали в Рижский окружной суд иск о признании недействительным договора, на основании которого государство в ноябре 2008 года за два лата купило принадлежащие им акции банка. Иск об отмене договора обращен против Министерства финансов, Парексбанка, Государственного акционерного общества Латвия с Хипотекун, Замесбанка и Агентства приватизации. Банкиры просят в суд также об обеспечении иска. Министерство финансов считает такой иск необоснованным, так как сделка 2008 года является законной и правомерной. Все три страны Балтии попадают в число 40 лучших мест для ведения бизнеса, сообщает агентство Bloomberg, аналитики которого по разным критериям составили рейтинг, в каких государствах лучшие условия для предпринимательской деятельности. Среди стран Балтии лидером названа Латвия, которая оставила позади Эстонию и Литву. Наша страна на 28-й позиции, Эстония на 34-й, Литва на 40-й. Агентство принимало во внимание расходы, необходимые для начала бизнеса, цены на аренду и перевозку товаров, степень экономической интеграции и многие другие критерии. Из-за ограниченных финансовых возможностей не проводятся опросы о потенциальном влиянии вступления в еврозону на жителей Латвии, а также мониторинг цен. Об этом сообщает министерство финансов в своем докладе о том, как Латвия готовится к переходу на общеевропейскую валюту. Признавая роль надзора за ценами в контексте предстоящего вступления в еврозону, ответственная рабочая группа призвала комитет правительства найти возможности возобновить мониторинг цен на товары. Накопитель может быть уверен в своем депозите. Особое депозитное предложение, если получаете зарплату или пенсию на счет в Светбанк. Светбанк. Лондонский футбольный клуб «Челси» разорвал контракт с 21-летним английским полузащитником Джейкобом Меллисом. Поводом для его исключения из состава знаменитой команды стал ребяческий поступок, совершенный этим футболистом 2 марта. Меллис бросил в раздевалку игроков фарм-клуба «Челси» дымовую гранату, которую принес на тренировку после игры в пейнтбол его напарник Билли Клиффорд. Последний, правда, сумел избежать самого сурового наказания. Руководство «Челси» подвергло его лишь штрафу. В результате действий Меллиса раздевалка оказалась окутана дымом, который стал быстро распространяться на другие помещения спортивного комплекса. Это спровоцировало пожарную тревогу и потребовало эвакуации футболистов, администраторов и технического персонала. Тренировку же в итоге пришлось отменить. Акционеры ЦСКА рассматривают возможность вхождения в руководящий состав клуба бывшего нападающего красно-синих сборных СССР и России, а также клубов НХЛ Ванкувер Кеннекс, Флорида Пантерс, Нью-Йорк Рейнджерс Павла Буре. Не исключено, что он займет один из высоких, вплоть до президентского, постов в армейском коллективе уже в ближайшее время. Сам Буре информацию о своем возможном назначении не подтвердил, но и не опроверг. У меня нет таких данных, поэтому комментировать нечего. Слежу ли за тем, что происходит в моем родном клубе? Слежу. Но только так же, как и все. Знаменитый российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов минувшей ночью провел показательную тренировку в колбасном цеху одного из мясокомбинатов в Москве. Оригинальный бой с двумя дюжинами свиных туш в стиле знаменитого киногероя боксера Рокки длился примерно 15 минут. Продолжение следует...